Начиная с 2003 года, дважды в сезон, несмотря ни на что, в Полевском проходит спортивный праздник на призы городского попечительского совета. Все школы делают все возможное, чтобы получить заветный переходящий кубок. В этот раз, кстати, кубки были новые, поскольку по итогам осеннего праздника они перешли на вечное хранение восьмой и станционной школам. Зима потому так долго не отступает, что она ждала, когда мы наконец проведем этот спортивный праздник. Поэтому сегодня все зависит от вас и только от вас. Насколько жарко и тепло будет в ваших взаимоотношениях и жарко на лыжне, настолько быстро наступит весна. Порядка 300 учащихся, их родителей, шефов и педагогов образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в очередной раз объединили свои усилия. В чем здесь сложность на свежем воздухе потягиваться? В турник холодный. В турник холодный, да. Если бы мы потягались, например, летом, то прекрасно было бы. А так холодновато. Да. Ну, настроены отлично. Ну, я думаю, есть, конечно, возможность у нас получить первое место, даже будем на это надеяться. Ну, да, в принципе, вот так вот. Программа праздника включала в себя основные виды. Веселые старты для дворовых клубов, лыжные гонки, пылевую стрельбу, силовое многоборье, а также вне программы прошла гонка патрулей, так называемый пятиугольник. Ну, строена 13-я школа, как всегда, по-боевому, потому что шефы с ними, шефы поддерживают. А трубопрокатный цех номер один, значит, и школа номер один будет. Традиционно борьба разворачивалась как среди городских, так и среди сельских образовательных учреждений. Здесь на протяжении многих лет доминирует школа станционного Полевского, но ей постоянно навязывают борьбу образовательные учреждения других сел. У нас прям каждый год, что у нас прям стимул победить полную станционную Полевской, и готовились к этому, как бы, ну, погода, конечно, не давала на лыжах особенно подготовиться, потому что на улицу детей не вывезти, морозы стояли, приходилось так между уроками где-то. Один из постоянных участников спортивного праздника Александр Ковалев практически не пропускал ни одного мероприятия и успел поучаствовать здесь в различных ипостасях, но чаще всего, как и в этот раз, он в качестве родителя выступал за сборную родной 14-й школы. Это добрая традиция, во-вторых, здесь и взрослые дети, и шефы, и учителя, и директора школ все вместе выходят, тем более такая погода, синее небо, солнышко светит, лыжня прекрасно подготовлена благодаря Северскому трубному заводу, но на самом деле праздник, поэтому приходишь всегда на праздник. По итогам основной программы переходящие кубки завоевали команды политехнического лицея номер 21 «Эрудит» и средней общеобразовательной школы поселка Станционный Полевской. Праздник получился ярким, насыщенным, все показали высокий уровень физической подготовки. Участники получили сладкие призы, а призеры и победители – медали и кубки. Максим Исаенко, Сергей Чижов. Новости 11 канала. Максим Исаенко, Сергей Чижов. Новости 11 канала.